сегодня я буду с вами разговаривать о дрочке и не о ментальном анонизме а что ни на есть настоящем анонизме когда вы смотрите какое-то видео никто из нас не смотрит это видео конечно же и сегодня мы с вами поговорим об уверенности а именно под моим видео в комментарии было сообщение дмитрий не нужно убирать социофобию не нужно что-то там делать со своей тревогой не нужно ничего даже общаться не нужно тренироваться по словесной импровизации по базам ног общения не надо ничего делать все что нужно это убрать дрочку и сразу же тогда уверенность появится все будет просто девушки будут набрасываться справа и слева они будут все хотеть все будут меня хотеть даже мужики если нужно все я буду очень уверен в себе я буду постоянно ходить такое ощущение что я шварценеггер у меня куча денег будет сыпаться сверху справа снизу все будет у меня все что нужно это просто убрать порнуху и дрочку. И, ребята, к сожалению, эта сказка не работает. Или давайте другими словами. Порно и дрочка это следствие неуверенности в себе. Не наоборот. Я не знаю, почему некоторые люди искажают, да, почему они придумывают что-то. Нет. Если у вас ярко выраженная тревога на протяжении дня, когда вы находитесь в социуме, раз, когда вы неуверены в себе, когда общаетесь, у вас тоже отключается тревога, именно во время общения. Два. Когда вы периодично, либо часто думаете о себе, что вы какой-то не такой, что вы урод, что вы неудачник, что вы какой-то слабый, бесхарактерное существо аморфное. Три. А еще, может быть, вы говорите, что люди агрессивны, но они вас как-то постоянно подавливают, они атакуют, они намного сильнее, чем вы. Это что у нас? Четыре. И все вот это вместе накапливается. Это заряжается. И в какой-то момент вы хотите испытать всплеск дофамина. Вы хотите, чтобы вот немножко накрыло приятное состояние. Чем больше в вашей жизни тревоги движения, но фаперы, запишите, чем больше в моей жизни тревоги, чем больше я социофоб, чем больше я не уверен в себе, тем больше я захочу себе укол анонизма в попу поставить. Извините. Постоянная выработка адреналина и кортизола приводит к тому, что вы в какой-то момент захотите расслабиться, потому что невозможно находиться в тревоге. В какой-то момент хочется получить немножко приятностей. И вы это делаете с помощью сладкого, с помощью компьютерных игр, сериалов и дрочки порно-анонизм. Все очень просто. Но почему-то ноуфаперы говорят наоборот, бросай это все, и тогда ты станешь уверен в себе. А нужно сделать по-другому. Нужно убирать неуверенно в себе социальную тревожность и одновременно с этим бросать дрочку порно-анонизм. А лучше не бросать, а сокращать. Потому что, когда вы начнете сразу бросать, то желание вернуться обратно к этому состоянию и поставить себе еще один укол, будет возрастать. Вам нужно обязательно работать со своей тревогой. Обязательно работать со своим неуверенным. Вот этим состоянием, которое у вас возникает. И тогда все будет хорошо. И давайте все вместе подытожим. Если вы много дрочите, это говорит о том, что вы не уверены в себе. Что у вас постоянная тревога. В теле, в голове, везде. Если вы хотите убрать дрочку из вашей жизни, то всегда начинайте сначала с вашей неуверенностью в себе. Убирайте здесь, убирайте здесь. И сокращайте дрочку. Не убирайте сразу, а сокращайте. И если вы будете работать правильно со своей тревогой, и она уйдет полностью, то ваша жизнь станет лучше. Вы больше будете испытывать эмоции. У вас появится девушка, наконец-то. У вас будет больше эмоций. тревоги не будет. Следовательно, зачем вам добавлять еще больше дофамина, который вырабатывается с помощью дрочки. У вас не будет этого желания. Но, может быть, будет. Особенно, когда у вас появляются какие-то стрессовые ситуации. Но слишком часто вы это делать не будете. Ну, и еще такая маленькая рекомендация, либо совет. Включите технику «Оглянись вокруг». Возьмите тетрадку и ручку и запишите на протяжении дня, сколько вы дрочите. И чем больше у вас дрочки на протяжении недели или месяца, если вы месяц взяли, тем больше вероятность того, что у вас очень высокая тревога. Чем больше у вас тревога, тем больше хочется отжечь. Поэтому, опять же, это очень хороший признак для вас. Скажите «Аллилуйя! Наконец-то я понял, что у меня тревога! Что дело не в дрочке и порно, а именно в том, что меня колбасит, и мне нужно убирать эту тревогу. И тогда мое желание дрочить станет намного меньше». Все, что я вам сказал, я сказал от своей позиции, да, от позиции, когда я был в таком же состоянии, когда меня перло вот прям каждый день зажигать по порнухе, и я думал, что таким способом, если я это отменю, а я отменил, ребята. Давайте, скептики, эй, скажите, объясните мне, полтора-два года я был полностью без порно и дрочки два года. Мать его, целых два года, ребята. И моя неуверенность в себе была такой же, а в некоторых случаях возрастала. Как вы это объясните, мальчишки? Потому что неправильно были соединены следствия и причина. И вы думаете, что вы станете магом, волшебником, исполняющим любые желания. Но вы все такой же будете. Человек не уверен себе, но только вы не дрочите. Я надеюсь, я не обил, но фаб движения. Надеюсь, они все осознали и поняли. И, конечно же, написали здесь очень много хороших, добрых комментариев. Ладно, я шучу. Как угодно. Вы можете принимать эту идею, может быть, не принимать. Вы можете проверить все сами. Работайте с тревогой и смотрите, что с вами будет. Замечал ли ты, что воздержание улучшает твою жизнь? Да, и когда я воздерживался, благодаря этому я прокачался в своей деятельности. Прокачался в словесной импровизации, прокачался в базовых навыках общения. Ту энергию, которую я сдерживал и не отдавал на порно, я как раз отдавал на свою деятельность, на свое хобби и на свою работу. И поэтому я стал лучше.